Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 10 тура Ла Лиги Гранада-Вальядолит. Встречаются 5-я и 18-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды поровну играли на обе забьют да-нет и на тотал меньше-больше. Последние 3 очные матчи на поле Гранады прошли на тотал больше. Гранада в последних 6 домашних очных матчах выиграла 4. Как видим, в очных матчах команды играют нейтрально в плане результативности преимущества на стороне Гранады. Но последний домашний матч Гранада проиграла 0-3. Статистика команд. Гранада в последних 10 матчах поровну играла на обе забьют да-нет и 7 раз на тотал меньше. Гранада в последние 5 матчей отыграла на тотал меньше. Вальядолит в последних 10 матчах 6 раз играла на обе забьют да и 6 раз на тотал меньше. Вальядолит без побед в выездных матчах в этом сезоне Ла Лиги. Как видим, обе команды тяготеют к низовым матчам. В предыдущем туре Гранада проиграла Соседаду 0-2. Реал оба мяча забил в середине первого тайма, после чего спокойно контролировал ход поединка. Потом каждая из команд еще не забила по пенальти, а концовку матча хозяева доигрывали в 10-й ром. В Алиэдолит с горем пополам обыграл Домаль Бильбао 2-1, хотя в концовке матча Атлетик сократил отставание до одного мяча, реализовал в пенальти и на последних минутах имел реальный шанс сравнять счет. Но удача на этот раз была на стороне хозяев. Не совсем понятно, почему Буки дали такой высокий коэффициент на победу хозяев в этом матче. Это дает возможность взять очень безопасный вариант на победу хозяев с нулевой форой за приличный коэффициент. Хозяева должны бы этот матч выиграть. В случае нефарта будет в крайнем случае ничья. Предположить, что Алиэдолит второй матч подряд выиграет у Гранады маловероятно. Что до результативности, то здесь может быть все что угодно, начиная от 0-0 и заканчивая 3-3. Встречаются две команды, которые тяготеют к низовым матчам, но не брезвуют и очень результативными поединками. Поэтому предугадать в каком ключе пройдет матч очень сложно. Гораздо проще предположить, что хозяева не проиграют. Если же исходить из тех фактов, что Гранада 5 последних матчей в Ла Лиге отыграла на тотал меньше, а в Алиэдолит, как правило, на выезде пропускает по 2 гола, то можно брать тотал больше 1,5 и обе забьют нет. Из связки ставок тотал меньше 1,5. Тотал больше 1,5 плюс обе забьют нет, плюс победа первой команды с форой 0. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 1,63. На тотал больше 1,5 1,58. На победу хозяев с форой 0 1,53. Как видим, на все предлагаемые варианты Буки дают невысокие коэффициенты. Поэтому надо выбрать самую надежную ставку. Таковой можно признать победу хозяев с форой 0. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok